Галине Петровне 64 года. Инвалид второй группы. Молодость вспоминает с улыбкой. С мужем проколесили полстраны. Но теперь приходится выживать на пенсии. Пенсию я получаю 9224 рубля. Ну, конечно, не хватает пенсии. Лекарства очень дорогие. Платить за всё надо. В месяц только на одни лекарства уходит 16 тысяч рублей. С января выплаты увеличились всего на 423 рубля. Напомним, в этом году в рамках пенсионной реформы выплаты проиндексированы на 7% или в среднем на 1000 рублей. Но многие не ощутили изменений причина отмена или сокращения социальных доплат. При ежегодной индексации индексируется у нас только сама пенсия без учёта вот этой доплаты. И получается, что пенсионер, сравнивая размер пенсии свой после индексации с предыдущим, видит незначительную прибавку, либо прибавки совсем нет. Необходимо было учесть все нюансы. Однако этого сделано не было. А такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсии и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. Теперь пенсии доведут до прожиточного минимума и после проиндексируют. Перерасчёт в 73-м регионе затронет свыше 38 тысяч человек. Стольким жителям Ульяновской области положена федеральная социальная доплата, но лишились её в этом году. В Ульяновской области на 2019 год установлен прожиточный минимум пенсионера 8 474 рубля. Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, в которой заложены определенные нормы. В потребительской корзине для пенсионеров заложены нормы сравнительно ниже, чем для трудоспособного населения, потому что считается, что пенсионеры затрачивают меньше калорий, меньше энергии. Только никто не учитывает, что пенсионеры не могут прожить ни дня без пилюль. Лекарства не включены в потребительскую корзину пожилых людей. Вот и ещё один нюанс реформы или в регламенте, который устанавливает прожиточный минимум.